Боже, милость, сегодня не грешен. Создавая ее, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня грешен, помилуй. И освети сердца наши мысли. Напомним им, как это было. Ибо Дух Святой и Святым Апостолам напоминал и через десятки лет, как все было. И они передали речь Твою, и события, и распятия. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, чтобы хорошо было слышно. Ну, где-то здесь сядьте. Маленько это можно раздвинуть. Да, как всегда. Разве не бери дальше в это совсем. Как всегда мы садимся на коврике. Хочешь, садись на землю. Прямо. Не закрываться там, что-то уже закрылся. Тогда влазь сюда. Сядь сюда. Тебе не полезно там. Ты сразу уже закрыл лесо. Сядь вот сюда на пол. Я говорю тебе на пол, сядь. Максим. Садись на пол. Я сказал сядь. Тебе что, стаскивать надо? Это еще за отношения. Так. А ты сядь на его место. Смайц, и право. Подвинься сюда. Вот сюда вот. Садись, подвинься. Тебе говорю. Я сказал подвинься. Второй опять. Я тебя выставлю на улицу сейчас. И что такое ты? С одного раза слушаться надо. Так. Брат, займешься потом им отдельно. Ты смотри, какой дух противления в нем. Лба не перекрестил ни разу. И потом сатана мучает его. Куда не скажешь. Самое простое. Пересять не подчиняется. Так. У меня желание отпустить все книжки. Пусть они отдохнут от вас. Как происходили события? Мы на эту тему ни разу не разговаривали. Я ничего не знаю достоверно. Это дело было в понедельник, 18 июля 2016 года. В это время я здесь был у себя дома. Там я не бываю в это время никогда в лагере. Так. Кто первый заметил, что кто-то приехал? Рассказывай, как это было? Если бы я не захотел чаю себе сварить, то мы не вышли. Мы сидели все на кухне все вместе. Я решил нарвать мяты себе и смородину. И только мы вышли на улицу, чтобы сорвать себе для травы, для чаю. Это уже было 10 было или не было 10 часов вечера. Наверное, не было 10 часов вечера. Они как раз подъезжают, мы видим. И ты понял, что машина это не Потеряевская? Ну, видно, это серая машина с номером этим ихним. Ну, понятно, что это полиция приехала. И сразу же, мы все знаем, что нужно делать. Нужно сразу эвакуировать всех детей из лагеря. Ты братьям сказал, кто там был? А все видели. Мы громко сказали, кто не видел. На улице я с Володей стоял. А еще кто был там на кухне у вас? Ну, и Владимир. Все, больше никого не было. Вот я говорю Владимиру себе показать. Галендухина, как говорим, из Екатеринбургской области. Так, ну и дальше. Ну, про себя могу сказать. Я пошел сразу в келью мальчиков. Сказал, чтобы разбудил. Ну, они все готовы были уже. Они там даже не раздевались, поскочили. А потом к девочкам пошел. Поднял их, и дальше что? Сказал, что тревога, приехала полиция. Так, и ты дальше не видел, как они пошли. Мне надо было бодить вторую келью там. Ну, кто дальше перескажет, как было с мальчиками? С мальчиками? С мальчиками, ну, Володя мне сказал, что полиция. Мы быстро собрались. То есть я пришел в келью и сказал ребятам, что полиция. Так, ну, начнем с этого конца. К вам как, в келью постучался кто-то или кто? Как вы узнали? Сейчас, подожди. Так, говори. Ну, погромче, скажи, как, понятно, что было. Нам сказали вставать. Отставь пуражку. Прям измял, взорвал. Смотри, вот как они. Каждую пуражку сломать козырек и бросить. Ну, просто скажи. Ты услышал, что стучит кто-то, да? Ничего от тебя не добьешься. Еще? Круче. Мы не спали, и я услышал, там дядя Никита говорил о детей, как бы. И я сразу был... Я не пытался, а был на страже. Вдруг он зайдет, и так оказалось. Он зашел, сказал подъем, там полиция приехала. Кто это сказал вам? Да. Дядя Никита? Кажется, да. Так, а ты что скажешь, как услышал? Я не слышал. Никак. А ты что услышал, как? Рассказывай. То же самое. Погромче. Я услышал то, что я дядя Никита там говорил, что полиция приехала на детей будить. Я встал, уже спускался, дядя Никита зашел и сказал остальному, чтобы это... Вы напугались, нет? Да. Напугались. Я не очень. Понятно. Ну и дальше ты ушел, как маршрут проделан был. Ну так же по маршруту побежали. Там где-то решили ждать остальных или сразу... Да, мы ждали девочек. Ну и дальше ты пошел, Никита, куда? К девочкам? Да. Девочки очень быстро собрались. Может за минуту, полторы максимум. Вот это видно записано уже. А то не записано. Даже если спрашивают, а где же мальчики? Почему не записано, непонятно. Володя, почему мальчиков не записали? Потому что полицию я снимал. А? Полицию я снимал в этот момент. Вот полицию я снимал. Понятно. Ну и девочки, значит, дальше мы уже по ним видели, как... На экране показана грозовая туча, сверкают молнии, ночь. И дети бегут растрепанные куда-то в ночь, в грозу, в грозу. Это вообще кадры. Это боевик настоящий был. Бегут там малыши, и все побежали туда. Дальше вы с ними соединились там степи. Да, за этим коровником старым или что там, кирпичное здание. Ну и ладно, после всех блужданий по степи вы приходите куда? Ну мы сразу сюда наметили путь, сразу сюда. Как в прошлый раз сюда шли мы. Надежда Васильевна? Ну нет, ну мы сначала к скворечнику, потом ушел в прошлый раз. Ну я подумал, что закрыт скворечник. И надо будет Надежде Васильевне идти сразу. Ну да. Пришлось бы мне принимать. Так, рассказывай, что ты делала в это время? Ну я занималась своими делами. У меня как раз варенье здесь я варила. И все, они приходят, караул, полиция кричат, все громко, девочки, мальчики, все кричат, шумят. Говорит, так забавно у них, боевое такое настроение. Ну мы у вас пока будем. Я говорю, ну проходите, как войдете, говорю все. Они все как сидели, кто на диван, девочка на диван, здесь постелили одеяло, мальчики все на пол. Как, кто, кто где. В этой комнате вот. Вот в этой именно игровой комнате. Они все вот так на полу, но все-таки поместились все. Никита только там один, в других стенях. Сразу уснули или нет? Нет, они не сразу уснули, потому что я им рассказывала о том, как в 80-м году, когда тебя взяли, арестовали, и как они перед этим тоже за нами следили, полиция, все время они вот так напротив. В окон стояли машины, сутками стояли, наблюдали за нашим бараком. У нас угловой как раз дом. Вторая строительная, 62-16, город Барнаул. Ну, когда наблюдали за тем, что кто к нам придет и кто выйдет, кто выходит, и в окна заглядывали постоянно. Ну и я им это рассказывала в случае. Потом, говорю, пришли, обыск сделали. Я на работе была с ключами, и вдруг прихожу, в коридоре стоят люди. Я думаю, я не зайду в комнату, раз они стоят, значит, они не могут попасть в комнату. И без ключа. А оказывается, отмычка, они пришли, открыли двери. Игнатия с работы взяли. Отмычка, вы, Яргай, выломали дверь, выломали все. Да, выломали. Ну и зашли, обыск, уже обыск сделали. А я только после обеда к вечеру прихожу, когда уже Игнатия увели. Ах, ну да ключ-то у меня. Я думала, что они не зайдут в комнату. Это уже другая область, ладно. Ну и все им рассказывала. Как в Кемерово тебя увезли. Как я в Кемерово приезжала за тобой. Как они нас обманывали. Его на самолете повезут. Я говорю, каким поездом хотела подойти на вокзал, чтобы покричать. А там в вагонах, когда кричишь, там слышно. И когда он говорит тебе, и я когда говорю, все слышно. Ну вы помолились тут, когда они пришли-то? Ну да, по-моему, помолились, да. Помолились. Помолились, все, и они расположились. Ты здесь ночевал? Нет, там у дверей ночевал. Ночевал, правильная позиция охранника у дверей. А потом Володя приходил, сообщил, что полиция стоит. А ты, Володя, где ночевал? Я в лагере. Покажи себя. А ты, Владимир, где ночевал? Здесь, с детьми вместе. Здесь же. Вы Юрьевич? Да. Владимир Юрьевич. Ну я уже утром узнал, кто Володя ко мне приехал и рассказывает. Ну, значит, лагерь был закрыт в этот момент, когда дети бежали. Все, детей там больше не было, ни одной ноги. Там нельзя. Там они установили дежурство, вахтовым методом машины. Одна приезжает, другая уезжает. К ним ходил батюшка. Я его уже записал, о чем, как, с чего они хотели. Так, и вот к вам, девочки. Теперь слушайте, к вам вопрос. А я буду, наверное, с тобой говорить. Когда постучали, что вам сказали наши братья? Никита. Вставайте. Комиссия приехала. Мы быстро соскочили с кровати, что было, одели. И быстро одели обувь и побежали. Вот так мы за кили и мальчишки обижали. И там быстро перебежали и начали бежать к мальчикам. А вы видели, что гроза идет? Сверкают молнии? Да. Это вообще удивительное дело. И как они быстро поправились. Обычные девчонки одеваются долго. Ужасно долго. И тут как они мигом. А тогда полиция с той стороны заспешила. Давай снимать. Они там у себя смотрели эти кадры. Батюшка им сказал. Говорит, мы, говорит, уже третий день. Детей на улицу не выпускаем. Дети боятся вас. А что они боятся? Так вы, говорит, себя так поставили. Среди ночи. Кто это видел? Что это? В военное время какое? Среди ночи. А что вам нужно-то? Они сказали адреса, адреса. То есть у них схема была. Адреса достать. Передают адреса детей в краевую прокуратуру. Эти посылают людей. Составились в список моих преступлений. Не существующих. Я их еще не знаю все. С чего они хотели? Чтобы родители подписали, чтобы возбудить уголовное дело. Что над детьми издевались. Невыносимые, несовместимые с жизнью условия. Так мне говорят. Я это все говорю пока чужого голоса. Подтвердить ничего не могу. Я слышал только. Но звонили разные люди. Разные говорили одинаково. Он и сидит. А одни говорят, ну что делать? А одна прямо ответила. Я их отбрила, так, что больше не явятся ко мне. И они сразу. Они понимают. К нам пришли в коридор. 62-16, вторая строительная города Барновола. И тогда была там Надя, с этим жила она. Да? Да. И они предложили, вы тут смотрите. Что они тут, брат? Это чего? Ну кто к этим баптистам тут приходит-то? Она как, я тебя поперла его оттуда, чтобы ноги твоей здесь не было. Нет, нет, я только пошутил. И все. Она выперла их оттуда из коридора, чтобы ноги вашей здесь не было. А то я сейчас кочергу возьму, начну вас охаживать-то. Все, все. Компетентные органы. А их этих компетентных расплодилось сегодня в 4,5 раза больше. Разные надзоры и прочее. За кем надзирают-то? Государство растащили после этого. И Советский Союз, Гитлер не мог победить, они победили его. Что тут непонятно-то? Все богатства, заводы, все пустили под откос. Ежегодно платится дань 1 миллион человек. Миллион человек меньше делается. Их как будто не видели, а за нами гонялись. Гонялись? Да. А один написал, Титов, журналист был, Виктор Иосифович. Он говорит, мне один коллега сказал, вот благодаря таким, как Лапкин, подтачивались устои тоталитарного режима, и он рухнул. А как подтачивался? Мы говорили, откройте глаза. Михаил Сергеевич Горбачев провозгласил показать человеческое лицо социализма. Согласились. И когда стал показывать, оказалось, химеры. Чудовище, людоедство, 100 миллионов жертв. 66 только в России сожрал Змей Горыныч. Показали это лицо. Еще в 62-м Хрущев провозгласил, что через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. С 82-го. 92-й, 12-й. Еще и получается, что 31 год мы живем при коммунизме. И при коммунизме нас душат и давят. Вот как дело было. Что-то хочешь сказать? Да, как они везде стали распространять, что у нас рация и соседи. А я их пригласила. Говорю, посмотрите, в подполе какая там рация. Там кошки живут, говорю. И по телефону звоню в КГБ. Говорю, вам прийти в подпол посадить, какая там рация. С Японией, с Америкой, с Германией они соединены. Вы говорили, почему по всей улице, потому что мне все люди приходят и говорят. Ну и дальше вы побежали. Дорога между собой разговаривали? Говорили страшно, все отвечали. Кто нет, кто да. А вы думали, что если полиция догонит, что будет? Если догонит, то мы спрашивали, они могут нас забрать? Говорили то, что нет, не заберут. Поэтому мы молились по дороге, и тогда она нас не нашла. Мы молились всю дорогу, когда бежали. А вы откуда? Мы же из Киргизии. В Киргизии. Вот откуда нам Господь дает. Сейчас, подожди, мы сейчас с девочками поговорим. Ну и когда вы сюда пришли, здесь помолились, еще о чем-то разговаривали? Мы просто спросили. Ну что, уже спокойнее. Ну, может быть, кто-то отвечал, да, может быть, кто-то еще нет. Мы вот так на этой кровати, на этой диване Оля, я и Софья легли. Вот так легли, сжались, и так всю ночь проспали. Баба Надя-то как вас встретила? Встретила, мы стучимся от двери, она открывает, мы говорим. Комиссия пришла, впустите. Она впустилась в нас, мы помодились и начали ложиться, спать. А если вы не слушали? Ну, на утро мы ребятишек отдали по домам. Гостей, просто гостей. Это лагерь расформирован, вот на этот год был. Это получилось 18-го. Оставалось здесь, что, 12 дней, плюс 24 минуты, то есть 2 недели. На 2 недели раньше они порубили все. Вчера еще звонят из полиции. Полиция вас беспокоит. Я говорю, да лагерь-то закрытый. Закрытый, как будто он не знает. Я говорю, да, закрытый, в 22.00. Пишите, 10 минут скинем вам. Когда полиция приехала. Ну и все, до свидания. Сегодня уже не звонят. Может быть, позвонят. Что ты хочешь сказать? Не торопись, как говори. Четко, громко. Вот когда мы бежали, я нашел... И постой, чтобы видно его было сбоку. И когда мы бежали, я нашел чей-то платок из девочек выпал. И оказалось, это маленькая Соня или Маша. У нее платок выпал по дороге. И я его увидела, подобрала. А маленькие дети не плакали? Плакали. Не плакали. Нет, да? Не плакали? Нет, они как бы бежали так, по себе. Вот этот из этих маленьких потерял. Вот это останется на память. Люди-то не знают. Я с вами не готовился. Вот сейчас, перед тем, как встретиться, я вам говорил, что нужно отвечать или нет? С кем-то разговаривал на эту тему? Нет. Или вы пришли, понимаете, сейчас... Нет. Первый раз пришли, я первый раз с вами разговариваю. Нет. С вами не разговаривал на эту тему? Разговаривал. Ну, разговаривал когда? Я спросил, вы оттуда бежали, отсюда. А что, вопросы вам какие-то задавал, нет? Не было этого? Нет. Не было, она не знает. То есть мы пришли без подготовки. И даже братья, он сидит и не знает, что я буду спрашивать. Меня интересует ваше духовное состояние. Мы должны быть благодарны Богу за услышанные молитвы. За нас очень многие молятся. Везде. Второе. Поблагодарить Бога за друзей, которые молились. Назначили молитвы, там по три тысячи поклонов в день молятся вообще. Поблагодарить Бога за власть. Что такая власть. Что она нас не слопала. Поблагодарить Бога за власть. Он сказал, ну мы-то не стреляем, еще не стреляем. Батюшка говорит, вот только этого не хватало вам еще. По детям. В сумерках ночи стрелять по детям. Кто стреляет? Да никто не стреляет. Слушать надо, не отвлекайся. Кто стреляет? Вот так проснется, что? Кто Серахов об этом говорит? Да я ребенка. Да не надо ничего. Ну понимаешь, это мучает враг. Так, слушайте внимательно. Мы что могли, то сделали. Детей сохранили. Дети неповрежденные. Небольные. Радостные. Сытые. Мы сразу развезли продукты. На этих отвез, Владя? На всех развезли продукты. Там мука, крупы, сахар, масло. Спички ты не нашел? Нет. Надо по коробку было спичек еще дать. Там вермишели разные, там лапша, что там нашли. Что эти дети, хотя являются теперь деревенскими, но они на нас находятся. Заплатили там, кто-то не заплатил. Мы все берем на себя теперь. Потому что к этому разговору мы уже больше не вернемся. Вы уже эти в субботу? Да. В субботу. Надо думать, договариваться, кто у вас повезет заранее. Кто встречал? Вас Андрей встречал? Андрей. С ним надо и переговорить. Заплатить ему там тысячу или сколько сразу, чтобы он жрет горющее там и проще где-то. Ну а с вами-то проще всего. Отец заедет за вами. Ну а за этим из Канады, за Егором Королевым-то заедет отец, приедет. Он, наверное, в понедельник будет. А если на вторник попадает это, то мы его можем отправить. Он прямо встретит Сергея Пупков и сразу в аэропорт. То есть на этом все. Сорить не надо. Собери все. И сами руки у тебя это делают. Без головы. Мы находимся в гостях. Наоборот, подбери, что где соринки. Подбери. Ты их не видишь, да? А я вижу. И вот этот уже. Ну а теперь, когда вы пришли домой, с бабой Валей встретились, как они вас встретили? Они, мы как раз к обеду подоспели, а мы пообедали с ними. Мы помолились с ними и сели за стол. Сейчас вы там находитесь? Да. Так, ну расскажи, как, когда постучали в дверь-то, напугалась, нет? Когда бежали? Когда постучали в дверь, я подумала, что это, ну, ей комиссия, и кто ей просто что-то, ну, не сказать, сели спокойной ночью. А вы не ждали, что за вами погонится кто-то чужой? То есть вы знаете, что Господь охраняет вас? То есть вы чувствовали, что Господь за вас, безопасность создана? Да. Ну, видите как, мы заранее к этому готовились, молились, этот маршрут несколько раз проделали, и поэтому вот всегда надо заранее перенерваться, показывать. Они не отступают сейчас, но это все угаснет. События такие наворачиваются, что не до нас будет, не до нас. Я когда вернусь, мне сейчас советуют подать на этот патентнадзор, в суд подать, за моральный ущерб, который принесли. У нас ничего не было, ни больных, ни отравленных им. Все, все это можно повернуть по другому сторону, я еще не знаю. За то, что из прокуратуры краевой переходили, и нас же свидетельство подбивали умышленно, с угрозами. Это уголовная статья, не сказать, это прямо уголовная статья. Они, конечно, своих людей сразу в командировку отправят куда-то, я знаю, что они будут делать. Мы-то, видишь, там никого не записали, мы никого не можем назвать. Приходили женщины, мужчин не было, они на это. Как правило, подсовывают, у которых несовершеннолетний ребенок, ее взять нельзя, льготы. Но у Бога все будет высчитано. Совершеннолетние, несовершеннолетние дети 30-летними предстанут. Так будет. Так, ну вот прошло время, несколько дней, я уже так спрошу, как вам видится. А распорядок у вас не тот, что в лагере? Нет. Встаете позже? Да. Позже. Такой молитвы, конечно, нету. Колокол ударить, Евангелие. Ну, походили же там, где комаров-то нету. Ну, что хотел? А у нас как бы распорядок не очень поменялся. У нас молитвы, Евангелие, молитвы другие. Ну, это хорошо. Ну, гимнастики утренней нету. А мы сами делаем гимнастику. Я сделал, да, там сами занимаемся. Помнишь, мы делали зеленскую? Значит, гимнастику делайте. Оно на обед три колокола раза не ударит уже. Просто завод. Так. Я сейчас поведу вас к себе. И у меня колокол есть. 1774 года. Вылетый. Колокол настоящий. Жалко, что уехали, которые отсюда. Нам пришлось спецмашину вызывать для детей. Мы семерых сразу отправили в город. Девочек, там, мальчиков. И они не сумели. В лагерь нельзя идти. Еще машины стояли. А здесь торопились. Человека прислали. Нужно было срочно до 8 утра, чтобы выехал отсюда. Мы пойдем. И каждый из вас ударит 10 раз в колокол для памяти. Как у нас положено для отъезжающих. Ну, если Господь благословит, на следующий год будет у нас по-другому. Опять. Кто приедет сюда? Так. О, молодцы. Я не знаю. Ты не поедешь, да? Я не знаю. У нас, видите, что мы стараемся, чтобы вы были настоящими людьми. Настоящие христиане. Твердые. Никогда не болели. Можно создать, конечно, вокруг вас вакуум, как говорят, безвоздушное пространство. Давать только воду дистиллированную там. Ну, ты вышел и в другом месте напился, и все. И помер. Надо, чтобы человек привыкший был ко всему в природе. Мы вот на нашей машине, у нас газель, на благовестие ездили. Вы знаете, где город Владивосток находится? Не знаете. А где Тихий океан? Тоже. Ведь маленькая рещушка потеряевская известна. Слово сказать, я стою в аэропорту в Вашингтоне. И в это время подходят люди ко мне. Видно, что православные, русские. И говорят, мы едем в Иркутск, Вашингтон. А вы не знаете, где нам слезти, чтобы потеряевку заехать? В Вашингтонском аэропорту. А Тихий океан неизвестно. А Гальян море наше известно. А лагерный пруд где известно. Видите как? То есть смещение понятий бывает. Так вот, Тихий океан отсюда очень далеко. Город Находка. И мы оттуда доехали. Я сейчас не могу сказать, сколько отсюда. Но думаю, где-то тысяч, наверное, 8-то больше километров. Да, отсюда еще 3 300 километров до Москвы. И доехали до Атлантического океана. Это Португалия. Поехали Турцию. И везде пили воду некипяченую. Скандинавию. Прибалтику. И везде пили некипяченую воду. И ни один не заболел. Ни мы, ни собака. Я кому рассказываю, а где самопеденстанция? Зачем она нужна? Ее никто не знал. Ну, а это Клиппенштейн, какие ездили там, открывали там Седок. Где? Кто им готовил? Открывали новый Колумб, ехал. Кто ему готовил эту санопеденстанцию? Беринг. Живые люди возвращались домой. Не все, конечно. Болезни там поджидали. Но надо быть закаленным. Не бояться ничего. Берл Гриллс вот этот как раз и показывает. Воду выжимает как? Так, нашел. Слоны недавно оправились. Кал он поднял его, жмет и пьет. Не процеживает ничего. Почему влага? Змею убил, главное, с нее сдернул, как шланг. Отвернулся, пописал, повернул и давай пить. Главное, влагу сохранить. И он остался живой. А у нас-то все, колодец целый. А у нас не отняли его. Хлеб остался при нас. Нам, ребята, никакого не нанесли. И поэтому мы будем усиленно молиться за власти. Чтобы Господь их вразумил, наставил. Другой власти мы, видно, не дождемся лучше. Но с каждым годом они будут больше и больше подбираться к детям. Дети. Потому что время посорения Антихриста. Старое поколение легче сломать, уничтожить. Главное ставка на детей. Чтобы дети не верили в Бога. А верили в Антихриста. Иной придет во имя своего примите. И мы должны показать, что это действительно сегодня крайне необходимо. Чтобы дети были закаленные. Истинно верующие. И заботились о своем спасении. Вот так я вас сейчас сфотографирую на память. У бабы Нади мы были. Инать, Инатьич. Вот, Никите, дайте. Давай. Ну, тебе лучше всех сфотографируй. Я думал дать слово. Ты говоришь, фотографируй. Вот так. Только нажимайте. Больше ничего. Там все. Открыто. Сядьте. Сядь лицом сюда. Повернись. Сядьте прямо. Вот так вот. Вот это на память нам будет, как мы побыли. Господь благословил нас пережить это время. Нам вреда полиция никакого не сделала. Этот потребнадзор только разогнал. Да и прокуратура-то разобраться еще ничего нам плохого не сделала. Может быть, в среду чего они там натянут. Ну, статья гражданская. Ничего тут не сделала. Такого. Ну, у нас все. Время сколько сейчас? Без 20. Пол, пол, пол 12. Пол 12? Да. Так мы и сейчас пробыли. Всего. Замечательно. Пол 12. Там сейчас у нас занятия уже общие будут. Так. Я желаю, чтобы дети пойдете на занятия сегодня, нет? Да. В школу. У нас занятия только все вместе. Там где город взять. Возьми его. И все. Ну, на этом все, наверное. Поблагодарим. Там тетрадки надо взять, да? Да, тетрадки и ручки. Там много будет засчитываться и священного писания. У вас дома-то Новый Завет с толкованием есть? У нас дома-то Новый Завет с толкованием есть? Стихи, да. Ох, я тебе подарю. У меня 26-й том из одних святворений. 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали по определенной тематике. Я тебе подарю. У тебя будет своя библиотека, как у Алеши. Я ему подарил 6 книг. Это Господь меня благословил. Я несказанно разбогател. То есть книги. Издать невозможно. Это 38 книг издать. 38 чудес Бог явил. Да еще предоплата когда была, умножь на двое. Денег нету. Вот сейчас у меня стихи. Мои стихи я хотел издать. 4 тома по 800 страниц. 2 миллиона. 1000 экземпляров. Невозможно. Какая цена и чего. Но это ориентировочно пока. Я остановился. Хотел сделать так, что в каждом томе 160 страниц цветных фотографий. Наши миссионерские поездки. Но пока ничего нет. Все, я выставил. Они в интернете стоят несколько лет стихи. Притом обычно стихи как. Вот один куплет, если есть стихотворение. Два куплета. У меня каждые 9 куплетов. И эпиграф из Библии. У каждого стихотворения эпиграф. А на страницу уходит 42 страницы. Ну считай. Трижды 36 получается. По 4. 9 из куплетов. 9 из 4 строчки в куплете. 36 между ними разрыв. Ну и остальные 4 там из этого. Из священного писания взято. Если бы кто-то нашелся и сдал, я согласен. Мне хотя бы экземпляров 100 отдали. Довольно. Там 3467 стихотворений. Там столько всего. Поучительного. Ну все на этом. Благодарим Бога. И мы пойдем. Повернемся. Боже всемогущий слава тебе. Да будет благословен этот дом, где дети нашли приют. Благослови гонителей наших. Не воздаем злом. Возри на их дела. Обрати их. Сердца умягчи. Примири их с нами. Дабы они озаботились, как предстанут на страшный суд. Косни сердца врагов. Расплавь их любовью твоей. Будь милостив к нам, продлий еще мирное время. И позволь нам на следующий год собрать все, как ты сам знаешь. Тебе слава за все, отец, сын и святой дух. Аминь. Аминь. Все? Игнать, 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 игнать. Моя мама решила дом продать, и мы не можем переехать на полтора раза по секции. У вас отец есть? Да, он такой, он в другом доме живет. Он не застанавливал, а все, он через дом от нас. А почему так? Он не с нами живет. Я не понял. Он не с нами живет, говорю. Он оставил вас? Да, как бы. А сколько вас в семье ребятишек? У нас, я один. Ты один? Не знаю, маловатый ты. Надо же самим строиться. Ну, я папе каждый день хочу с утра. Он мне дает задание, я выполняю, чтобы ему дам помочь. Не знаю, как это удастся. Если мы переедем, то я буду... Ты к батюшке подойди сегодня, поговори с ним. Я постараюсь, ты раздавал. Выйди на улицу еще. Давай-ка, мне передашь в руки, не туши. Тихоньку. Тихоньку. Пошли. Это пошли ко мне на скворечник. Так, а что хотели-то, Никита? Колокол. Колокол. Ну, давайте, открывайте. Колокол, это да. Открывай. Каждый может ударить 10 раз. Включи свет. 10 раз. Давай. Один раз ударь, потом дай... Бей. Сильнее держи. Не смотри. Нет. Все. Ну-ка, Никита, покажи номер-то, где видать, чтобы видно было. А вот, показывайте его. Видно, нет? Чуть подальше. Я вообще-то тут. Во. Во. Ну, давайте, по 10 раз. Чтобы... Вот так бейте, вот так, смотри, вот так вот. На себе, на себе. Голос, чтобы затихли, опять. Понял, Саша? Понял, чтобы звук был. Сильнее, на одну сторону. Дергай все. Потише, мальчик. Ничего не надо ложиться. Давай. Здорово, звук-то как. Выплывает прямо в го. Потише, мальчик. Потише, мальчик. Это натист вам. Давай. Давай. Я Саша Котынь, ты никуда не езжаешь? Ты уже был Стой, Степа, я тебе дам в конце А где он? Дома Красота Красота Себя сам Давай, наблюдай Себя сам Всё сделано Ну что, второго не зайдёт? Нет А я там брал, на самом деле Сильнее дергай Откуда вы взяли эти шлемы? Откуда вы взяли эти шлемы? Мотоцикл Откуда вы взяли? Откуда вы взяли эти шлемы? Вот ещё не бьет Это называется шлем, он на шлем похоже, а который бьет называется язык. Давай, сильнее Дергай. Вот смотрите, какой прибор у меня есть, его нашли, распахали здесь, это вот люди ковали так, умеют ковать кузнецы, видите как сделала, сварки не было, без сварки, расковали, а это вот уже сделал, а Фрося у нас была, ее отец глухонимый сделал, вот так вот, видишь, надевает. На руку, это ремень, это ремень с сырыми, и вот так вот берется, и вот так человек на коне, на коне гонится за волком, а вот это вот, видишь, на трех звеньях цепи, и вот это вот дырочки мне сделаны, какая, вот, это она свинцом налитая, очень тяжелая, и он догоняет коня на коне, вот так вот, бац, все, сразу щели прозабьет, и это же дрались между собой, когда сходились, между собой. сходились и дрались, им надо очень осторожно, видите, как хорошо он сделал, какую ручку, здесь была директор музея, просила, я не дал, она одна, видите, как привязана, как прикреплена, какими, это он обделал, он мастер такой, вот она где, ну, можете, кто попробует надеть на руку. Можешь даже стукнуть, он по дереву, тихонько, только отойдите, отойдите, отойдите от него, тёпо. Или лёжи всем помордить даст. Представь, что это волк. Вот, можно будет так ударить, тихонько только давай. Не бойся, бей. Не бойся, бей. Нет, нет. Я вот это лучше. Думаю получится. Ты левша? Нет. Вот. Вот это лучше получается. Все, хорош. Тихонько только. Я не знаю, как её назвать. Палица. Это палица называется. Палица, по-моему. Не знаю, отойди подальше. Не лезь рядом, то стукнется, зубы выколотит. Отойди. О! Не торопись. Один раз можете стукнуть все. Потом я. Крепко возьми. Держи её крепко возьми. Вот так, чтобы самого не повредить. Тихонько. Вот какие воины у нас. Сломают. О! Ты промазать мог, ручку сломать. Надо бить точно. Примерить, держи. Отойди, Степа. Ну, куда ты? Подожди. По центру. Вы мне её сломаете. Убил мимо ручки ударил-то. Надо надеть. Мимо чурки сказать. Гляди. Вот это вот даже, как он сделал и вручную, видишь, как прошил нитками капроновыми. Она не может разорваться. Это сыромить. Это шкура убитого зверя, телёнка или кого вдвое сшита. Видишь, как он всё сделал-то? Видишь? Смотри. Вот так он должен крутиться. Он догоняет? Вот так, наконец. Скачет, потом догоняет его, разворачивается. А волк-то ощерился кусать-то. А что кусать-то? Он ему зубы все выбьет. Кто хочет ещё ударить? Давай вон-то просит. Надень туда. И ударь сама себя, смотри. О! Она сразу попала. Нет, она боится. Ну, кто ещё не брал? Все, ну давай, бери. Иди. Кирилл. Белую снял. Ну давай быстрее, иди. Одного раз. Убил. 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 Видите у нас что есть? Я могу вам показать капкан, которым волка ловят. Уйди оттуда. Опа. Помогите. Вот так. Вы капкан знаете ещё такой капкан? Да. Не видел? Сейчас я покажу капкан. Ловите. Крыс, сусликов, хомяков, пушканчиков. У нас есть хомяки. Вот я здесь видам и появился живот. Пойдёмте. А можно верить его это спало? Можешь руки сунуть сюда. Вот видишь какой-то? Вот этот их отец, его зратель Андрей. Он это сделал. Ну, Нестора отец, глухонемой. Вот эту цепочку, она уже не прогрызёт кто там, на кого поставлен это. И вот такое вот воткнуть надо. Это ловить андатру. Вот так вот воткнуть там в землю-то. И вот это вот поставить. Ну ставишь, когда вот так перчатки надеваешь сначала, чтобы запах не остался. Если зверь учует запах, то он не будет проходить. Я сейчас расскажу вам, как мы недавно крота поймали. Крота. Давайте ещё раз применим крота и сидим. На доске. Вот смотри. Вот так рукавички берёшь. И бывает так хвойное дерево или траву. Берёшь и пошоркаешь руки, чтобы руки не пахли. Человеческим-то. А то у нас теперь вот так вот. Вот это язычок называется. Вот так вот. Вот теперь вот этот настораживается. Настораживается. А можно проверить? Вот всё. Он уже насторожён. И вот идёт, допустим, кошка даже. Кошка сразу попадётся. Вот палочка. Вот смотри. Положить колбаску. Она сидит здесь и морду её. Так, подожди. Тихо, тихо. Оббей сначала. Грязь сюда не надо. Можно? Подожди. Вот мы поставим сейчас. И вот здесь вот идёт. Животное идёт. А смотри, как оно будет. Наступило. Попробуй. Давай. С палочкой? Дави. Всё. Сап поймала. Сап сарап. А вот она теперь пытается вырваться. Всё. Пока хозяин не придёт. Всё. Она поймалась. А у волка другой капкан. Нежестокий капкан. А можно я попробую? Да больше. Там зубчики. Вот таких капканов у нас с детства было много. Я ловил сусликов. Сусликов сдавали. Покупали ещё надо велосипед. Можно я попробую? Ну давай. Зубцы. Да ты пальцем попробуй. Да нет. Давай. Уже пробовали. Кто хочет пальцем попробовать? Не. 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 Не погибнем. А можно это? Я сейчас вам покажу как пальцем пробовать. А можно этим? Смотри. Нужно вот с этой стороны залезти. Гляди. А руку не тронул. А я знаю кого же. Какой-то кусняк положит. Они будут. Может туда залезти. Сейчас я покажу вам волчий капкан. Вот это. У него волчьего капкана. Вот этих душек две. Душек. Но он сломанный. Вот эта душка одна. Ну-ка. Крот. Крот. У него норы нету. Надо разрыть. А у него там как в метро тоннели идут. И капкан поставить и его землей засыпать. Немножко. Ну чтоб под язычком было место. А сверху картонку засыпаешь, чтобы воздух не попадал. А он идет по коридору и не думает бац и попался. Вот мы здесь так и сделали. А ему больно будет? Пойдемте волчий капкан найдем. А он где он тут? Да. Вот там он здесь. Спрятан. Так, прикрой-ка дверь. А зачем вас туда посадили? Вот, смотрите какой капкан. Вот эта душка сломанная, вот она идет. А вот это вот, здесь язычок, это все можно сделать. Дальше так же настраивается, так открывается. И вот так вот, с двух концов. И такое здесь же. Видишь какая тут? Вот я так. Он сразу щек. И волк забыл. Вот на медведя можно ставить. Вот какой. Это все вручную делали, ковали. Какие были умельцы русские. Эти такие умельцы были и в Германии, и в Англии, и везде. Вот она лежит, заржавела. Надо, чтобы он... Видишь, она уже ослабла. Надо, чтобы он столист и был. Они его быстро в воду раскаленное толкали. Вот, увидели? Это волчий капкан. Вот да. Тут много что есть. Оказывается, все на целый день хватит. Это музей даже. Вот музей крыльев у меня там. Я знаю, я видел. Только там каких-то крыльев нету. Вот я расскажу вам сейчас. Пойдемте. Вы Виктора Николаевича знаете? Чел, который на костре помогал. Вот, смотри. Вот мы достали коршуненка. Они у нас коршун таскали голубей. Тогда пошли в лес и нашли гнездо. И там три коршуненка. Принесли их. Двух коршунет я отдал в зоопарк в Барнауле. А одного воспитали. Но мы не знали, кто он или она. Коршун. Какого пола? Мужского или женского? Ну, я так думаю, что это было женского пола. Очень ласковое. Ребятишки ловили лягушек. Кормили. Было такое, даже много щенков не нужно. Сейчас щенков порубили, отдали. Крыс каждый день я ловил. Ну, прожорливые. Маленький совсем еще был. Я обдираю крысу. Голову отсек, не ободранная голова. Пока я мясо обонарезал, он голову схватил и проглотил. Голову. Глотка у него вообще страшное дело. И он за мной везде гонялся. Я его кормил, он привязанный был. И вот последний день пришли мы из церкви. А он за мной бегал и сапоги брал. Коршун. Тили-ли-ли-ли-ли-ли-ли. И мы, в которой у нас башня, на башне там были с ним. На утро пошли молиться. Молиться мы пошли, а дождь шел. Дождь такой слабенький был. А он летал хорошо, полетел за грачатами. Полетает, придет, пообедает с нами. Пошли искать его нигде нету. А он прилетел, а мокрое, мокрое. Электричество проводит, убьет. Когда мокрые руки, нигде к электричеству нельзя прикасаться-то. И вон там, где мы обедаем. Обедали там как в степи. В это время он крылья раскинул, двух проводов коснулся. Замкнул провода. И его убило. И нашли его мертвым уже. Поэтому я ему там от хвоста другие дал. Вот между ними крыльями метр тридцать было уже. Он бы намного больше был бы, которое здесь в степи. А он, главное, не доедал. И кое-что оставлял на футбольном поле. И прилетали другие коршунья и ели. А тут вдруг его нету. И они летают над лагерем и кричат. А голоса тоскливые. Я написал стихотворение. Коршуненок. Коря. Коря. Крючконосый. Не боялся ничего. И вдруг любознательно себя заносит на смертельный и последний круг. Это я к детям, которые наркотиками пользуются. А Витя положил на музыку. И дети плакали и пели эту песню на костре. Она у меня в стихах есть. Коря. Коря. Крючконосый. Коря. Коршуненок. Коря. Крючконосый. Я дал статью. Одна статья была в газете напечатана про него. Потом в этот же год мы решили найти снова. 13 июня его принесли. Он жил три недели кажется всего. Меньше месяца. Паши уже нигде нет. Они вылетели. На следующий год их не могли найти. Но их больше не стали. Это трудно. Надо ему мясо. Его травой не накормишь. А это у меня везде гистребов разных. Вот видишь какие открыли. Это вот петова. Тут написано даже где. Вот отдельно. Видно или нет сидит уточка. Макет ее. Вон она попала в сеть. И погибла. И опять же ее вот так сделал. Обработал не старый отец. А это гнезда лосточинные. Да разные все. Целый музей. Вон вверху какое гнездышко. Есть гнезда шершней. Ос. А это вот рога козла. А вот это вот рог большой тура был. Чуть старосту не забодал. Он чуть живой остался. Вот это баран. Это страуса перья. То есть много. Но целый музей здесь. Из ничего ни копейки это не стоит. Ну конечно моль съедает. Там сорока. Там его когти какие у него. Видите? Лапа какая. Смотри какие у него когти страшные. Вот она засушенная. Но на том конце точно так же есть. Вот она видишь? Не видно? Вот смотри. Вон она. Это уже моль съела его штаны. Вот так. Там чайка вон далеко. Чайка ударилась от провода и погибла. Сами там их не стреляли. У нас шершни в предбаннике завелись. Да ты что? Да я вчера в ванну повесил. Повесил на гвоздик. Они вылетели три штуки прямо в ванну. Долбил, долбил, долбил. То есть прямо в стене там находится. Это плохо. Не спалишь теперь. Это опасно. Шершня опасна. Баню не подождешь. А что же делать то? Надо дихлофосом ночью или чем там. Протравить надо. 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 Я видел один садился, но не подумал что. Сколько время? Двенадцать часов. Двенадцать? Да. Ну все пока. Отдыхайте. Ну что хотела? Кто такие шершни? Шершни большие как пчелы. Вот они гнездо такое большое вьют. У нас тут есть, но тут лезьте шифер продавишь. Прям на крыше. У нас тоже в Голубятни завели шершни. Ну вот видишь. Я знаю. И Осип с Сашей. Мы вместе. Что вас на Голубятни сводить? Я слышал и увидел. Там шершни были вот такие. На Голубятни сводить? Да. Они там... Да, да, да. Да, на Голубятни, пожалуйста. Крюш, они не... Довольно-то закругают. Ладно, я боюсь за них. Понимаешь, я скользко. Не дай бог оборвется кто их. Я их на эту по Голубятни все поочередно. Весь лагерь затаскивал в прошлом году. И на ту. Но с этими нынче такое пристальное внимание. Я просто боюсь. Все, пока. А на Голубятни можно ходить? А? На Голубятни можно ходить? На Голубятни это можно, но я боюсь, что упадете. Нет. Вы были на Голубятни? Нет. Нет. Вы что, сводите что ли? Да! Да! Ну пошли. Прикрой ты дверь палочкой. Куда вы вперед? Пропустите, Игнатьевич. Вон голуби сидят, посмотрите. Видите? Угу. Наверху. Наверху вот Голубятни это сидят. Вон видите? Посмотри. Сколько вон голубей. Туда залазить надо. Там трудно залазить, но там можно и яйца посмотреть, малых голубят. А там голуби я. Смотри, Володя. Гусей покажи сколько у них. Вот это вот склевер называется. Его можете порвать, с собой посушить. Прекрасный чай. С собой можете взять. Можете сходить здесь за Богородской травкой. Послушайте, он душистый. У меня все хранится. А я могу на охоту ходить. Ого. Без друзья, без чего я могу дверь убить. Ну, я не знаю. У меня папа, я ему буду помогать. Он мне сделает всякие лужи. Он мне сделал лук, стрелу с деревянного. Ничего есть, у меня стрела с гвоздем. Стрелять. На метках там. И я могу на охоту сходить. Один друг мне стрелу сломал. Почему ты что не с гвоздем обычную? Ну да. Да. Ты можешь убить человек. Дамы, дамы. Ты можешь убить человек. Что, по тебе кто? Что, по тебе кто? Нет. Я могу его убить. Крррррррррр! Ай! Я не буду ругивать. Да, и сразу. А там впереди? Да, вон там. И сейчас. Так. Дайте вам обеди. Вот сюда в сторонку встаньте. А вы к нему все трое. Встань назад. Так, встаньте четверо туда. Ты берешь за них ответственность, чтобы не упали? Ну. Ты их поводишь, не я. Ладно. Я их туда не зову, ничего. Если ты разрешаешь, ты за них несешь ответственность. Так, все смогут залить? Да. Так, все я подпаковывать буду. Мои вот эти две девочки. Подождите, подождите. Стоп. Надо сначала посмотреть. Так. Станешь, Виталий, вот сюда вот на лестницу? Иди, стань. Поднись. Еще повыше. Так. Стой здесь. Еще поднимись на эту. И вот эту девочку, любому парню будешь держать его крепко, чтобы не упал. Передавать к следующему. Я с тобой разговариваю. Я слышу. Ты глазами куда-то водишь, я даже не знаю. Никита, иди наверх. На самом верху прихватывай их. И ты стой здесь, пока не будем спускаться. Да брось эту. Брось шубур-то свой. А куда я брошу его? Ну положи его туда где-то рядом. Сойдешь и возьмешь. Ну тебе мешает только. Вот так. Давай там дверь открывай. Держаться надо. Не торопись. Сейчас он зайдет туда. Замочник повешай на эту. На эту же, на ступеньку повешай. На лестницу, на лестницу. Вот так. Теперь вверху в гвоздик убирай. Так. Никуда не уходить. Сразу влево. Становиться только на доске. Можно залезать? Слушай, я говорю. Все. Давай, Владимир, сам посылай. Я их не трогаю. Давай их детей. По одному. По одному держи. Бери. Рукой бери. Держи его. Ты не толкай его. За ежа, за чего угодно держи. Перехватывай. Не спеши. Потихоньку. По одному держись всегда. Алеша, крепче руками держись. Вот так. Бери его за руку. Никита, оттуда выйди, маленькая. Чего ты борешься-то? Ближе выйди сюда. Не торопись. Так они проходят тут. Как я выйду? Ну, отступишь, когда поднимется. Держи его. Ну, бери сразу. Держись крепче. Как-то так делает, как-то неуклюже. Держись руками. Обеими руками держись. Обеими руками держись. Девочки смотреть не надо с неба. Потихоньку убери ее. Передвигай. Подожди сейчас. Ты там был? Ни разу не был? Ни разу. Давно? Один раз давно. Ну, давно был уже. Я боюсь. Давай потихоньку. Поддерживай. И оттуда таким же твердым поднимайся. Подожди-ка. Ты вот так вот рукой. Давай зато заткнуть тебе надо. Я надо держаться. Подожди. У меня блин, наверное... Не бойся. Давай. Держись. Не торопись. Рукой держись за эти. Степа. Не спеши. Настя. Походи дальше. Только по доскам ходим. Давай, Владимир, поднимайся. А вы ждите нас здесь. Никуда не уходи. Давай, Володя. Так. По доскам только никуда не ходить. Я не говорил, что уходи далеко. Уже куда пошли. Я сказал, что здесь рядом стояли. Подойдите сюда, ребята. Сюда. Вы ничего не увидите. Потому что уже распугали. Понимаете, это ничего вам не дает. На доски. На доски. Я потихоньку подошел тут первым. Показал вам, где маленькие, где большие. Вы никаких. Сразу вперед и уже все разогнали их. Погранитесь. За мной только потихоньку. Идите. Игнатий Тиханович, потихоньку. Пожалуйста, по доскам. Вот сюда подходите потихоньку. Они вас не боятся? А вот посмотрите, сколько. Видите? Песельвенич, специально дикарей напустил. Серые, которые. Потому что эти доны не болеют. А когда все хорошие среди них, вот эти дикие, эти перестали болеть. Закройте там. Посмотри, сколько их. А теперь посмотри. Здесь мыши бегают. Чтобы мыши не паяли, нужно было сделать вот это каретой и привязать на проволоку. Но проволоку они не видят. А днем ее ударятся. Поэтому я придал палочку, чтобы горды не ударились. Они палочку видят. Ну а здесь им тазик с пшеницей. Вот так. Они тут едят. А отдельно вот вон вода налита. Видишь? Каждый день я наливаю. Там вон банки стоят, вы видите. А это везет мешки. Вот так можно дуть и посмотреть. Тут два мешка висит. Два. На прыщке. Крысы тут не достанут. Если сверху крыса прыгнет как-то, каким-то образом, то она сорвется и упадет. Вот мешков сколько здесь. Здесь у меня висело примерно 500 килограмм. Полтонны. Кормить надо. И вот еще какие эти леки. Вот эти вот они все плотные пшеницы. Вот. Видишь? Это очень много дорогое удовольствие. Вот сколько их здесь. Посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Тринадцать тюрюков вот этих вот. Мешок ну сколько? Полтора мешка почти ходит, да? Ну где-то так. Ну они небольшие мешки. Теперь смотрите сюда, подходите. Вот посмотрите, сидят голубята маленькие. Вот они. Вот они мои. Кто хочет подержать в руках? Нет. А у них видишь какой козырёк сзади? Гляньте, у всех. У всех голубей белых. Видите какой шинёнчик сзади? А тут у чё? Это турманы, турманы. Можно меня подержать? Вот смотри. И какой? Ну-ка. Не дави только нисколько я буду держать. Какие у него крылышки? Аккуратно. Аккуратно. Не урони. Почему у них такой носик? А тут у него зоб полный набитый пшеницей. Зоб. Я бы дал несколько вам голубят, но нам одного хватит. Вон он второй сидит. Вам видно? Да. Пускай сидит. Так. Не трогать. Вот какой. Ну-ка. Вот какой. Ну-ка. Вот какой. А там тоже были? Может там тоже были? Тихонько. Да, там есть голубые тоже. Максим, дай подержи. Сейчас там нет и вырежи. Держи, держи. Держи. Вот какой. Они летают через голубь и переворачиваются. Это Турманы называется. Вот они где. Интересно, а дети голуби у меня здесь стали? И свои перестали болеть. И вот там гнездо, где вон голубки сидит. Какие они красивые здесь. А можно девушки смотреть? Там не наступите на голубях. Ну конечно. Интересно? А он какой? Ну-ка, давай-ка. Сейчас отойди. Максим, отойди. Туда зачем пошел? Отпасник. Ну-ка назад. Пёрышков много можно найти. Максим, почему теперь голубей пошел? Я стоял. Вот он здесь сел. На полу. А вот окошечко, которое я с той стороны могу закрыть. Дерна, оно закроется. Бывает, что сова залетела и сразу несколько голубей задрала. Но раз она попала воровка, ей тоже голову снесли. Так, идти только по этим, по деревянным. Так. А тут яйцо. Подождите. А тут яйцо. Видите, можно брать пёрышки. Тут яйцо. Вон они молоденькие. Вот они. Дикари. Недавно вывелись. А тут яйцо. Это? Ну это яйцо. Сверху, наверное, упало. Не надо это сделать? Ну оно видно такое яйцо уже. Не может. О, там тоже яйца. Боже. Но оно трухлявое. Это тоже яйца. Вот так. Вон они яйца. Иннатий, Иннатий. Вон яйца. Подожди-ка. Вон там яйца. Вылез. А вот подойдите, посмотрите. Яйца у неё лежат. Вон у неё. Там ещё тоже, ещё одну. А потрогать нельзя? Так, подожди-ка. Ну что это? Да вот такое. Вон они яйца лежат. Там ещё. Там три яйца. Вон там. Посмотри. Кто посмотрел, отходите. А потрогать их нельзя? Вот эти. Смотрите сон это. Посмотрите. Вон там стены. Видать? Да, беленькие такие. Ну она улетела. Долго нельзя, чтобы она не застудила, можно посмотреть. Брось. Не надо смотреть. Там гнездах много. Вот смотрите, вверху гнезда. Вам видно? И там, посмотри, вон они в гнездах сидят. Там у них одна голова торчит. Это она парит. И второй рядом сидит. И вон гнездо. А они вас боятся? Нет. Да. А почему они садятся на вас в руку? Потому что у нас много здесь. А человек передвигается, вот сделает. Там на этом тоже есть. Глянь на лилку, сколько их там. А как убраться? Ну тут больше сорока штук. Можно яйца-то поспорить? У меня было много голубей раньше, а то кормить надо много. Они едят семя много. Вот бери, шашаги. Ну, можете взять. Я могу крылышки дать, чтобы придем. Ого! Посмотрите, сколько их. Ну, потихоньку. Посмотри, сколько голубей. О-о-о-о! Это целая ферма. Ну да. А то вот, ну, до сорок немного. У меня было одно время, я селекцией занимался, убрал 300 штук сразу. Это любительское дело. Я всю жизнь с голубями вожусь. А от них какой прок? Любовь. Вот они сидят какие все. У меня было пять или шесть пород. Ты залез в колонок, в корюху, всех порубил за ночь. Виктор Николаевич зашел, а они лежат все мертвые, крылья распушенные. Как он весь пол усеянный голубями. Он заплакал. Это невозможно. Вот он, молоденький. Но они все равно развиваются. Видишь, они между проволоками. Проволока-то толстая, ее видать. Ну, все. Они скоро... Они через год 3-4 лет. Так, помолимся. Перышки можете брать. И пойдем, я вам дам крылышки целые. Не перышки, а крылышки дам. Господи, слава тебе! Благослови это место и детей. Сохраняя от всякого рода зла. И от всех желающих привлечить нам неприятность. Илья Твоя Святая да будет прославлена. Аллилуйя, аминь. На, тихо, вот так. У вас через, через 100 лет, если вы вызывать не будете, у вас... Вот этот... Так, выходи. Здесь чердак будет, кто-то полный. Так. Баршин. Склась. Ребята, подожди. Ну-ка, Алексей, дай-ка. Ну, давай, склась. Ребята, ждайте, я пройду. Давай. Мы сейчас сходим на малинку здесь. Еще малины поедим, черешни, если успеем. Видишь, как они спускают? Так, перышки, перышки куда-то воткни. Там возьмешь, давай. Двумя руками крепко держитесь. Стой. Да, да. Держись. Ну, кот и Никита, стань рядом. Ты что, отошел на полкилометра? Ты что, интересный какой? Я не хозяин. Ты бери за одежду его. Крепше держи. Держись. Не спеши. Хорошо наступай. Никита, принимай руками, бери. А то тоже надо так. Ну, что, Никита, с тобой? Как это, околелый. Держись, держись. Держись. Крепче берешь за одежду, с силой руки. Ты-то его не удержишь, он выскользнет. А одежа, это тебе удержится. Все. Не спеши. Вот так. Держись. Принимай его. Девушка, открой. Понимай. Вот так вот, смотри, он взял за рукавку. Он не спешит. Он не спешит. Стой. Он не едет. Давай, провожай. Спешеньку нажми. Дай ты. Я тоже, я сам не едет. Ай, я, у меня больше. По-другому одеты. Держись. Держись на меня руками. Держись на меня руками. Не надейся, на неначу. Давай. Вот так. Держись, поднимай голову, убери ее. Я знаю, что я. А я не едет. Дай вам первую посмотрю. Белый. Это что? А я елый человек. Я елый человек. Молчать, боюсь. Я самая главная елеза. Я деревья для этого елеза. А я? А я... А я... А я... А я... И был бы... Не уходите пока, не уходите. Максим. Пойдемте маленько малины попробуйте. Пойдемте. Пошли. Иди сюда по этому месту можно пройти двум людям, вот там малины, а другие здесь, проведи их туда с собой. И там пробивайтесь и убейтесь. Все остальные за мной, сюда иди. Смотри сколько малины. Дядя Володя, на. Вот малины. Спасибо, Христос. Наберите малышам. Ну, показываю, где тут малины. Володя, ко мне подходи, я тебе дам. Да у меня есть тут. На. Ты снимай, держи. Ешь, никому не давай. Остальные сами себе найдут. На. 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 Смотри. Там есть малина? Вишня? Вот, бери, я достану Больше я не вижу, вернее Тут малины больше, чем вишни Тут, по-моему, нет Вишню собрали тут уже Малины полно По мне яблоки Яблоки-то еще не созрели Они вкусные? Пойдем, тебе вишню есть Пойдем, Максим А что ты там стоял-то долго Ринулся, когда уже все поели Не-не, все пошли, пошли Я не ем вишню А ты малина? Пошли, я сижу Пошли, я сижу Пошли, я сижу Малину А вот вишня На, по две хотя бы ягодки Здесь еще один путь есть Здесь тоже вишня Где остальные? Там Я сказал, они не слышали? Слышали А почему не пришли? Тут, тут вишни много Подходите Вишни, говорю, много Подходите, говорю Максим Иди туда Быстрее беги Малина Малина есть? Малина хочет вот Ты ко мне ближе держись Вот, Малина А я ловлю 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 Здесь ты не ломать Не тянешь Она ломкая такая О, Малинь, о Так и маль Ну-ка На, скорей Вишню А что это ушло? Держи Нет Он не любит Вишню Вон этот, Кирилл любит Иди сюда Кирилл Он не берет Вон он любит вишню Иди сюда А где остальные? Нет Идите к кустам Подходите Вишню Подходите Ну, ходите туда Алеша Сюда идите Вот она, вишня Где Он говорит Не ест вишню Не будешь? Не хочешь? Попробуй, угоди человеку Очень много витаминов Гальянов не ест, вишню не ест А почему? Не знаю На, Володя Угу Красиво Красиво У меня две минуты осталось записи Две? Да На Уходим Сейчас я пойду скачаю А тут тебе отдам и возьмешь Так, где вторая девочка? На Раз не хотят, ребята не надо Как говорится Нам больше достанется Все, уходим Все, пошли Уходим Быстрым шагом Максим Вперед Максим Товет Уходим Максим Вперед Товет Максим Максим Последний закрывай! Звучит музыка. Субтитры делал DimaTorzok Идите там куда-то, мы подготавливаемся